МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наш эфир продолжается. И сегодня в гостях в студии спортсмены из Санкт-Петербурга, проживающие в Ялте, Иван Попов, который на днях прошелся от подножия горы Айпетри до самой ее вершины. Примечательно, что во время подъема в руках Ивана были две 24-килограммовые гири. И сегодня он у нас в гостях. Иван, приветствую вас. Добрый день. Иван, ну расскажите, с чего все это началось, какие цели ваш подъем сподвигает, и как все получилось, как все прошло? Прошло все супер. То есть я поднялся с опережением графика на несколько часов. То есть планировал закончить в 12, завершил часов там в 9, в 10 утра. Сделал я это для одной цели, для продвижения здорового образа жизни, а самое главное – трезвого образа жизни. Потому что не может быть здорового образа жизни без трезвости. Долго ли длился сам подъем? 9 часов. Необходима была к нему какая-нибудь специальная подготовка? Ну это вообще специфический такой вид спорта, новый. Название его – силовой туризм. То есть, конечно, у нас специальная подготовка. Ходил с гирями по 24 килограмма каждая. На протяжении месяца подготовка была удвоенная, а за две недели до старта подготовку завершил. Расскажите, вас кто-нибудь поддерживал? У вас есть целая коалиция, возможно, и вы один? Да, да, поддерживали. То есть есть группа такая «Трезвая культура» в ВКонтакте, в Фейсбуке, везде. То есть в интернете есть. То есть писали много очень положительных отзывов, поддерживали и до старта, и после писали «Молодец». То есть я рад. Иван, расскажите про эту культуру. Трезвая культура, и так же вы в социальных сетях себя называете «Трезвая борода». Когда вы проходили сам подъем, у вас на груди была форма «Трезвая культура». Что это за культура? Трезвая культура, еще раз повторюсь, это группа. То есть в этой группе я продвигаю здоровый, а главное – трезвый образ жизни. То есть стараюсь разъяснить людям, что трезвость – это абсолютно нормально. То есть ничего в этом нет. Сверхъестественного или чего-то плохого. Давно ли вы занимаетесь спортом, и каким именно, помимо подъемов? Как таковым спортом я не занимаюсь. Я бы хотел даже, чтобы меня не приписывали к спортсменам. Я скорее физкультурник. То есть это абсолютно разные вещи, потому что спорт – понятие широкое. И спорт – это также и ставки на спорт, спорт-бары и прочее-прочее. А физкультура – это именно для здоровья. Планируете ли вы в ближайшее время, возможно, есть какой-то у вас план графики, еще какие-нибудь восхождения, еще какие-нибудь экстремальные подвиги? Планирую точно. Что именно сказать, пока не могу. К сожалению, сорвалось. Я хотел пройти по Крымскому мосту, но как выяснилось, что там нет пешеходной дорожки, и невозможно пробежать и пройти. А так я вообще хотел по Крымскому мосту тоже. Либо пробежаться, либо пройти с гирями. А так обязательно что-то буду делать еще. Значит, мы будем об этом рассказывать. Иван, большое спасибо за наш диалог. Расскажите, что вы пожелаете нашим зрителям в конце эфира. Только здоровья, и чтобы мечты все сбылись. Больше ничего не надо. Большое спасибо. До свидания. Это все новости на сегодня. Выпуск подготовил Павел Нестеров. Всего вам доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин